смотрящий за Магаданской областью. 12 августа 2009 года Джамал Мамаян был осужден Никулинским судом Москвы к четырем годам заключения с отбыванием срока в колонии общего режима. После этого Джека отправился по этапу, побывав в разных тюрьмах. В 2010 году он вновь отличился, злостно нарушив режим, за что был осужден Чердынским судом Пермской области на второй года тюремного режима и был переведен в крытую тюрьму Балашова. Досиживать срок Джека отправили в Магаданскую область. Причем во время отсидки Джамал был поставлен смотрящим по Магаданской области. Несмотря на заключение, вор в законе смог организовать в области свою банду, которая от его имени занималась вымогательством денег с осужденных, содержащихся в местных тюрьмах, а также с вольных поселенцев и некоторых коммерсантов. Масштабы вымогательств были колоссальны, так как свое влияние бандиты распространили не только на Магаданскую область, но и на Дальний Восток. Большинство собранных денег банда Мамаяна отправляла в воровской общак, другая часть оседала на счетах самого лидера. Из магаданской колонии Джека Тбилисский освободился 1 марта 2013 года, но не успел вор в законе выйти за пределы СИЗО, как вновь был задержан, уже за незаконное пребывание на территории России. Через несколько часов судья Магаданского горсуда вынес решение о выдворении криминального лидера из России и запрет на въезд в РФ в течение пяти лет. 13 марта Джамал Мамаян был доставлен в Москву, где его определили в спецприемник «Северный» на Дмитровском шоссе для содержания нелегальных эмигрантов. Через три дня он был депортирован, и в конце концов осел в Армении, отсюда коронованный Езид стал частенько наведываться в Китай, организуя здесь плацдарм, для коллег по цеху, которым требовались новые прачечные для отмывания денег, так как служившая для этого Испания уже перестала быть безопасной. И Поднебесная должна была заменить ее. Но для этого необходимо было установить связи с китайской мафией. И Джек от Белиски стал первым, кто решился наладить в Китае криминальные связи. Также Мамаян был замечен в странах Юго-Восточной Азии.